МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вот всем недоброжелателям программа «Автостоп». Вот такой большой автостоповский привет. От кого? От Форда и от Соединенных Штатов Америки. И именно для этого я, кстати, одел бейсболку, задал наперед, чтобы вы смогли убедиться, что канал NBC Sport существует в природе, а не всякие там ОРТ, МГТРК и ТВ-ин. О чем речь поведем? А поведем мы в автомобиле моего любимого семейства, и который есть у меня, имеется в виду, автомобиль этого семейства есть у меня. Автомобиль Ford Ving Star. В дословном переводе это король ветра. А еще это король объема. Почему? Потому что это вен. Между прочим, вены первые, мини-вены, появились именно в Соединенных Штатах Америки. И вот это полноразмерный мини-вен. Для кого? Для семьи из... Семи человек. Недавно был на свадьбе, там порекомендовали. Семье стать действительно семьей, то есть семья, чтобы вот... В этом автомобиле можно даже в 8 я ездить. Маленьких. Что еще меня очень сильно порадовало? А то, что заглянул я под капот, что я там увидел? Ну, конечно, мой любимый, ненаглядный, 3-х литровый. То есть 6 горшков, пол-литра. Так вот, этот 3-х литровый Vulcan. Кто-то может сказать, что машины семейства Ford оборудуются одними и теми же двигателями. А я и похвалюсь. А почему бы нет, если это надежная техника? Почему надежная? Потому что только масло подливаете и катаете миллион, два, ну, может быть, три километра. Автомобиль чисто американский, но немножко адаптированный под Европу. Почему? Потому что ручник расположен вот здесь вот. И фонари там, ручник задний. В общем-то, это тоже желтого цвета. А, что меня еще больше всего поразило. Для автомобиля 99-го года выпуска сколько пробег? Оригинальный пробег 40 тысяч километров. Машина в одних руках в России? Да, в каких руках? Я очень давно знаю этого человека. И скажу, что вот за эту машину я вам головой отвечу. Не ржавчинки, ну, небольшие следы эксплуатации. Сколько стоит машина? 18 тысяч долларов. Я в очередной раз прокляну. Нет, женой не буду проклянуть. Ну, скажем так, ремонт дело не дешевое. А так бы я с удовольствием купил бы себе вот этот автомобиль. И в очередной раз пожалуемся на жизнь. Программа, которая не имеет спонсоров, не имеет и служебных автомобилей, катается в стой. Ах, какие мы были съемки могли бы сделать с Ford Wingstar. А почему? А потому что здесь можно гулять по салону. Пешком. Хотите, пожалуйста. А не хотите пешком, ну, можно полежать, допустим. А еще здесь движные двери. Вот так вот. То бишь это можно спокойно распахивать. И, ладно, все-таки никто не подсидит. Вот. Давай. А еще, ну, а еще я оставлю Максиму. Потому что, если бы вы видели вот эту консоль, которая прикручена к потолку, я перед началом съемок ее не снял, к сожалению. Ну, что здесь есть? Эх, мама, мама. Где же делают такие машины? Делают машины такие Америки. Для кого? Для нормальных людей. В очередной раз я пину под зад наше правительство и скажу, вы, уважаемые, вы вот с объемов свыше трех снимаете растаможен, чтобы народ ездил на нормальных автомобилях и платил местным олигархам нефтяным. Фиг с ними. Пускай живут. Потому что ездить надо на машинах, а не на коробках с мелким двигателем. Ну что, поехали, красотка. Под словом красотка я подразумевал вот эту машинку. Ford Windstar. Между прочим, последний рестайлинг этого автомобиля был проведен в 98 году. И с тех пор, хоть и много времени прошло, и машинка-то 99 года, а по ней вы не скажете, что она уже шестилетка. Фактически новый автомобиль. ВМ. Моя мечта. Почему мечта? Потому что моя семья достаточно большая. Путешествовать я люблю, а путешествовать на этом автомобиле одно удовольствие. Ну, по городу прокатились. Огромное удовольствие получили. А я представляю, как выехать на трассу, да включить круиз-контроль и наслаждаться пейзажами. Так вот о пейзажах. Пейзажами наслаждаться здесь можно вполне. Потому что площадь истекления просто огромная. Как, впрочем, и зеркала. Все видно абсолютно прекрасно. Эта машина и создавалась, в принципе, в Соединенных Штатах именно для семейного использования. Потому что здесь есть возможность поставить детские кресла. Есть комплектации с детскими креслами уже встроенными. Здесь много, просто невозможно много, всяких ящичков, коробочек для мелочей. Здесь даже такая сеточка сзади в багажнике, для того, чтобы груз у вас по машине не болтался. Ну, кроме всего прочего, конечно, возможность трансформации салона. Причем, ну, вариантов посчитать очень сложно. Сколько? Ну, и, конечно, машина для семи должна быть безопасной. Поэтому четыре аэрбэга. И такая полукапотная компоновка. Причем, видно землю под колесами. Но, тем не менее, безопасно. А еще... А еще тут пятитысячный фордовский магнитофончик с РДС. А еще тут... Тут, ну, отвратительно. Тут датчик цвета, комбинированный с часами, который... Как это вам объяснить-то? У нас такого никуда не было, наверное, не будет. Никогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА